Спасти кота от Викса. В Кирове проводница высадила из поезда кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный, хотя на кота был куплен билет. Инцидент произошел еще 11 января. В пятницу новость попала в федеральные СМИ и вышла в топы интернета. Кота ищут сотни волонтеров. Инцидент расследует в РЖД и транспортной прокуратуре. Проводница выпустила животное из поезда под Кировом, а теперь инцидент расследует в РЖД, обсуждают депутаты и проверяют в транспортной прокуратуре. О перипетиях истории пока с открытым концом Андрей Ромашков. Пропажа рыжего кота по кличке Твикс попала, и это не шутка, в список главных событий пятницы по версии ТАСС. Об инциденте на поезде Екатеринбург-Петербург написали чуть ли не все российские СМИ и агентства. И это при том, что кот пропал еще 11 января. Но новость по каким-то причинам стала вирусной только спустя неделю. Кратко о произошедшем. Пассажир вез Твикса в Петербург в переноске, но не уследил за питомцем, и тот выбрался и начал ходить по вагонам. Его заметила одна из проводниц, однако никто из опрошенных ею пассажиров не признал животное. Работница РЖД решила, что в поезд каким-то образом пробрался уличный кот и выпустила животное на станции Киров. На видео с камер наблюдения видно, как кота высаживают на заснеженный перрон возле поезда. На этом факты о судьбе Твикса заканчиваются. Начинаются неподтвержденные сообщения местных СМИ или телеграм-каналов. Предположительно, кота видели через несколько дней возле вокзала Кирова. Вроде бы его пыталась подобрать какая-то женщина, но животное вырвалось и убежало. Подробности и слухи активно обсуждаются в сообществе искателей Твикса, где волонтеры организуют дневные и ночные рейды для поиска животного. По данным РИА Новости, в мероприятиях участвует более 300 человек. Сообщается, что за обнаружение питомца объявлена награда в 30 тысяч рублей. Когда пропажа кота попала в федеральные новости, на инцидент стали реагировать публичные фигуры. Вплоть до первого зампреда Комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, который в беседе Стас призвал РЖД провести разъяснительную работу с персоналом и привлечь проводницу к дисциплинарной ответственности. Сама компания уже начала внутреннее расследование, а транспортная прокуратура Свердловской области проводит проверку о ненадлежащем оказании транспортных услуг. РБК сообщает, что хозяин Твикса обратился в Кирове в полицию, но там отказались возбуждать против проводницы уголовное дело по статье самоуправства. По данным телеканала, полицейские сочли, что ситуация произошла из-за невнимательного отношения к животному со стороны человека, который его вез. Это был родственник хозяина. Как пишет Тинькофф журнал со ссылкой на организацию Всероссийская система поиска домашних животных, каждый день в России теряется от 300 до 1000 кошек и собак. Только 20% из них удается вернуть хозяевам. И лишь единицы попадают в федеральные новости. Субтитры создавал DimaTorzok